Девушки отдыхают Эти уголовные дела Это для вас Особый случай Лень, ну ты там долго еще? Я так скоро опоздаю Иду, иду и лапочка Леня, Леня, скорее сюда Что случилось? Господи, откуда эта гадость? Это она, это все твоя ведьма Она меня со свету сжить хочет Успокойся, я не могла она это сделать Леня, я тебе говорю, она меня убьет Она своего добьется Соседи! Тося, иди сюда, посмотри Да что за шум у вас там такой-то? Ой, боже А что это? Это опять Светка Светка В милицию надо идти По горячим следам Слушай, ну точно Такой на самотек-то отпускать нельзя Ну идите в милицию Пишите заявление, ну Хай участковый делом займется А то, знаю только Самогонщиков наших гоняет Идем Идем к участковому Вот Пожалуйста, полюбуйтесь Ешкин кот Да Дела Дела? Да это же форменное безобразие Вы же примите меры, Петр Петрович Да все хорошо Успокойся Она мила Тю, шо ж такое? Валька Беги сюда бегом Да бегом Да бегом, шо ж там Копашусь, да бегом Да шо такое? Шо такое? Боже Беги, милицию зови Звони в милицию Ну что, письмо отправили? Да, заказным Как просили От питанца Угу, спасибо Вы меня так выручили, Артем Ого, как много у вас тут вкусного Угощайтесь Спасибо Это же все не настоящее Бутафория Да Ну раз вы купились Значит и зрителю понравится Ну и шуточки А какому зрителю? Да у внука моего Театральная постановка в школе Надо там пиры показать на весь мир У меня подруга в театре работает Я и позаимствовала Понятно Тренируетесь на мне, как на кошках Ну не обижайтесь, Артемушка Нет, ну шутки шутками А аппетит у меня и впрямь разыгрался Ну хорошо Сейчас чайник поставлю Буду спасать вас от голода бутербродами А дело у вас на столе Да, спасибо Надо же Так Харьковская область, январь 1978 В районе поселка Безлюдовка На поле в стоге сена местный житель обнаружил труп девушки На место прибыла следственная оперативная группа Дело возглавил следователь прокуратуры Павел Чугай Я так напугалась, у меня руки до сих пор еще трусятся Мне ж теперь из-за жинки Каждую скерту проверять придется Сколько живу, а такого Ну ясно, понятно Девушку раньше точно не видели? Не, я всех наших знаю Она из Харькова У нас поль таких никто не носит А свидетельница права, Павел Иванович Девушка не отсюда Одета простенько, но со вкусом А я ж-то думал, что это я ее заколол, когда в стогу там нашел Нет, это не вы Девушка мертва уже более суток Помогите мне ее перетащить Да Разрешите, Альберт Николаевич Я предварительную одежду осмотрю Саша Оу Ты женской сумочки нигде не видел? Да нет вроде Снега по колено за ночь намело Плохо Долго будем личность устанавливать Угу Перспектива, конечно, не радует Это ж сколько нам заявлений придется перелопатить Может, она вообще не из Харькова А вот и нет Любовь Алексеевна Бражник Почтальон, город Харьков 98-е почтовое отделение связи Это на Холодной горе Значит, и живет недалеко А вот еще Зелена Да, производство СССР Франция Очень сейчас модное Практически новое Да И без колпачка А он, наверное, в сумочке Ясно А сумочку мы не нашли Ну, а вы что скажете, Альберт Николаевич? Повторюсь, Павел Иванович Девушка мертва примерно сутки-двое Возраст 18-20 лет И убили ее не здесь Мм А значит, сюда ее привезли Ловко И в стоке ее спрятали после того, как уже на ранний кровь свернулась А ранение? Затылочная кость пробита чем-то тупым, предположительно металлическим предметом Молоток? Возможно Саша Разыщи близких И подъезжайте в морг на опознание Принято Я не могу Ну куда ты, Зина? Я с тобой Ты меня слышишь? Прошу внимательно посмотреть И сказать, узнаете ли вы эту девушку Это не она Я же говорила тебе, это не она Не прекрати Возьми себя в руки Как живая Любочка Она точно умерла? Угу Мне кажется, она дышит К сожалению Это Люба Мы подтверждаем Нам нужно будет осмотреть комнату вашей дочери завтра Делайте, что хотите Саша, проведи Пошли, пошли Пошли Теперь с тобой, Павел Иванович Да Значит Значит Незадолго до смерти Была интимная близость Из насилования? Не думаю Характерный гематом Частиц кожи под ногтями убитой Такого ничего нет Сперма соответствует Второй отрицательной Значит Убийство И интимная близость Случились примерно В одно и то же время И еще В желудке убитой Следы портвейна Спирта Коньяка И шоколада Ага Напоил же вроде кому Что быстрее косело Шоколадка на закуску Ладно Спасибо, Альберт Николаевич Вот вы спрашиваете Кого я подозреваю Кого мне подозревать? У нас же девочка совсем была Только школу закончила А я говорю Это все из-за пенсии Она тут тысячу А то и больше В сумке своей носила Ваш? То ли я не поняла А чего это у Любы Твою одеколу делать? Так это не мой Странно Чего он тогда у нее В трюмо стоит? Я не знаю Может от Моли Шутите? У девушки Мужской одеколон На верхней коробке От Моли? Да у меня точно Такой же есть Мне он Зина подарила Я могу показать Любимая Поздравляю тебя С днем рождения А имени нет Кому написала Эта открытка? Я не знаю Она ни с кем не встречалась Да Она только книжки читала Вот мой одеколон До дня рождения у меня В июле Странно Саша А когда на почте перерыв? Сейчас До двух вроде Хорошо Спасибо До свидания До свидания Так жалко Любочку Просто в голове не укладывается Я вас понимаю Алифтина Ивановна Меня интересуют пенсии Какую сумму Вы дали ей на руки? Хорошо Сейчас А вот Вот смотрите 1502 рубля 12 копеек Фуражки Забирал корреспонденцию Не выходя из машины Почтальон Друг всех пенсионеров С ними Он успевал Перекинуться Парой фраз Сообщить новости Обсудить статью А главное Принести пенсию Поэтому почтальон Почтальон Печкин Из мультфильма Трое Из простоквашина Несмотря на вредный характер Персонажа Был любим Всеми И у всех зрителей Подсознательно возникал вопрос Кто же будет доставлять пенсию Самому Печкину Когда он Уйдет на заслуженный отдых Алифтина Ивановна Мне нужен список Всех кому она заходила в тот день Адрес Фамилия Имя Я поняла Но только я могу написать Кому она должна была зайти Кому Любочка успела зайти Кому нет Это вы уж сами Вы пишите Мы разберемся Хорошо Не любопытно Что именно? Последний адрес По которому Люба принесла почту Был дом Михаила Беспавова Свою газету Советский спорт Он получил А вот Семья Шаповаловых Валентина и Дмитрий Свой журнал Работницы Не получили Выходит что Люба К их дому Так и не дошла Значит что-то Произошло На пути Ее следования От дома Михаила Беспавова К дому Шаповаловых А вот что именно Это вопрос Вопрос Михаил Беспавов Работаете где? Домостроительный комбинат номер один Водителем у начальника А газету вы получали? Да Вот она В понедельник с утра Где были? В начальном командировке А я с утра Рыбачить на старых салтов мотнул Приехал Газета лежала в ящике Понятно Можете быть свободы До свидания До свидания В поселке недалеко от Харькова В стоге сена Обнаружен труп работницы Харьковского почтового отделения Любови Бражник Все говорит о том Что девушку убили в другом месте И тело перевезли Сыщики выяснили В день смерти Любовь была на работе И как обычно Отправилась разносить почту Последним кто мог видеть ее живой Был житель района Холодной горы Михаил Беспавов Но мужчина утверждает Что почтальона не видел А принесенную ею газету Достал из ящика Когда вернулся с рыбалки Достал из ящики Вы из прокуратуры? Да. Травкин Петр Петрович, участковый. Следователь Павел Иванович Чугай. Буду помогать, чем смогу. Прекрасно. Вы же тут всех знаете? Да, практически. Я родился здесь, вырос. Живу через улицу. Мы к Шаповалову. Вы с нами? Только что от них оба на работе. Ой, люди, да что же это такое делается? За что это мне все? Это что такое? Кажись, у Сологубов. Ну что ты уже сделаешь? Ну надо успокоиться, Катя. Ну ладно, я. Но собаку за что? Живая же душа. Ну слушай. Что у вас опять случилось? Что случилось, что случилось? Вон собака сдохла. Да какой сдохла. Ее отравили. Иди вон, полюбуйся. Помощь нужна? Нет уж, сам разберусь. Она ж подеда, старость не сдохла. Какая старость? Даже Светка ее отравила. Свидетели есть? Кто видел, что она отравила? Какие свидетели? Он кинула мясо с отравой через забор. Все свидетели. Убедился? Ты, Петя, поверишь только тогда, когда она меня здесь прикончит. Ладно. Поговорю сегодня со Светланой. Катя, пойдем. Давай успокаиваемся, идем. А что это за Светлана? Это бывшая Сологуба. Сологуб, зам директора мясокомбината. А это его нынешняя Катерина. Вот где мне сидят уже. Он два месяца как на Катьке подженился, а Светка, бывшая, теперь мстит. Ну, понятно. Бабы мужика не поделят. Это страшно. Я тут такого насмотрелся. Вот. Отпольюбуйтесь. И кто это, по-вашему, сделал? Я в окне Свет увидела. Вышла в отбор, ее не было. А калитка еще открыта. Будем разбираться? А что разбираться? Что разбираться? Светка, это! Принимай меры. А какие тут примешь меры? Светка клянется, что не она, а не пойман, не вор. Весело тут у вас. Это все, конечно, интересно. Нам бы поговорить с Натальей, подругой убитой. Наташка, а вы ее сейчас не застанете. Она в институте. Я передам ей, чтобы она к вам заехала. Добро. Спасибо. Всегда пожалуйста. Здравствуйте. Мне нужен следователь Чугай. Это я. Проходите, присаживайтесь. А вы подруга Любы? Наталья Симакова? Да. А давно вы с Любой дружили? Со школы вместе в Инжек поступали. Только она не поступила, на следующий год готовилась. А пока на почте подрабатывала? Ну да. А вы не знаете, с кем она встречалась? Кто он? Нет, Люба не говорила. Знаю только, что старше был. Эти возьму? Люба, ну скажи, кто он? Не обижайся, но это секрет. Люба, от меня секреты? Не ожидала. Наташка, ну я тебе обязательно все расскажу. Ну потом. Ну хоть намекни. Ну. Он старше меня. Да ладно, взрослый мужчина? Вылитый Клэрфе. Вылитый кто? Герой одной книги, автогонщик. Ремарк знаете? Жизнь взаймы. Да, читали? Нет. Видел в комнате вашей подруги. А у вас есть догадки, кто это может быть? Ну, по вечерам Люба дома сидела. На почте у них одни женщины. Хотя у меня есть одно подозрение, но я не уверена. Может, поделитесь, Наташка? Знаете, мне кажется, это ее очень симпатичный, старше. Машину водит. Как ни приду, все время мне подмигивал. Подмигивал, значит. А вы спросите, когда у него день рождения. Люба аванс получила, и мы поехали на рынок за подарком. И что купили? Ему одеколон консул, а себе Люба купила помаду Елена. Красная такая, в черном корпусе. Да, сейчас самая модная. Спасибо большое. Если еще что-то вспомните, позвоните по этому номеру. До свидания. До свидания. Нет, я думаю, Наталья не ошибалась. Убитая Люба и отчим были любовниками. Иначе зачем из этого делать тайну? Ну да. И подарок купила еще за полгода до дня рождения? Может, она к 23 февраля готовилась? Ох, и тщательно же она готовилась. Ну скажите, зачем ему еще один такой же одеколон? Еще один? Ну, про запас. Оригинально. Да вы что? Чтобы я Любу? Да я ее вот с таких знаю. Сколько с Зиной вы живете вместе? Семь лет. Как пришел ее вон крышу чинить, так и познакомились. Да я ее год добивался. Да я тут каждый наличник, каждую дверцу своими руками. Он, на кухне все табуретки, все же мои. В понедельник утром. Где вы были? Думаю, он был. С утра на рынок ходил. Да, костей взял на больше. Мясо, картошки. Все по списку. Почему вы спрашиваете? Это вы намекаете, что это он, Любочку? Вопросы тут я задаю. Да вы хоть понимаете, как Толик нервничал. Это же он вечером к участковому пошел. Все, не переживай, Дима. Тебе нельзя ловаться. Какая у вас группа крови, Анатолий? Первая, положительная. Павел Иванович, там Шаповалово уже дома. Ага, иду сейчас. Ладно, граждане. У меня пока все. До свидания. Проходите. Вы извините, у нас тут еще ремонт. Мне вас даже посадить негде. Ничего, ничего. Мы постоим. Лучше скажите, вы в понедельник утром были дома? Мы рано ушли. Мы на турбоатоме с мужем работаем. Я зав столовой, а он и ТР. Ну, сами знаете, что может быть за опоздание. Ну, знаешь, что утро почтальоной любого вы не видели? Не видели. И журнал не получили. Вы меня извините, но мы торопимся на день рождения. Что-то еще хотели узнать? А день рождения к кому? К соседу нашему, к Мишке. А что? Ну так, ничего. Павел Иванович. Вы советский спорт выписываете? Да нет, просто сосед, к которому идем, он нам для ремонта это отдал. Угу. Странно. Посмотрите, все газеты одинаково порваны. Да тут ничего странного нет. У него просто ящик погнулся. И когда газеты достаешь, страницы рвутся. Угу. Валь! Валюш! Добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, мой муж. Это папа да почтальонша. А, да это ужасно. Валь, там на улице цемент с машиной продают. Будем брать? Да нет, мы же брали недавно пять мешков. Спроси у Мишки, может ему надо. Да, он еще понедельник три мешка взял. Мам! Соня, что там? Извините, я сейчас беру. Павел Иванович. Странно, он же сказал, на рыбалке был. Да. Значит так, сходи к машине со стройматериалами, и узнаю, во сколько Михаил покупал у них цемент. В понедельник во сколько тут были? С самого утра. Мы в 12 уже закруглялись. А вот тот двор, цемент, загружали? Сгружали. Во сколько? Дай бог памяти. О, командир! Время не подскажешь? Без пятидесять. Возьми цемент, хороший. Так а какой марки? Пятисотая. Ладно. Возьму тремешка. Хорошо, давай тачку. Ясно. Спасибо. Да не за что. Что-то выяснил? Соврал нам Михаил. Не было его с утра на рыбалке. Без пятидесять продавец цемент, я его видел. Ну что ж, наведаемся к имени Нику. Я же сказал, в понедельник утром поехал на рыбалку. А у нас другие сведения. А вы не могли бы принести тот экземплярчик советского спорта, что в понедельник получили? Да, пожалуйста. Ага. Павел Иванович, а зачем он? Сейчас увидишь. Держите. Как новенькая. А это зачем? А вот за этим. Видите эту полосочку? Ваш ящик рвет газеты. Ушаповал их все ваши газеты были точно так же порваны. Чему вы клоните? Этот номер был без единой царапины. Вы не доставали его из ящика, потому что Люба его туда не кидала, а отдала его прямо вам в руки. А что вы мне голову морочите? Я просто аккуратно достал его. Не доставали вы газету из ящика, как и не были на рыбалке. В понедельник утром вас видел продавец цемента. Что вы на это скажете? Почему я должен что-то на это говорить? Какая у вас группа крови? Вторая отрицательная. А какое это имеет значение? А такое, что на этом основании я имею полное право вас задержать. Собирайтесь. Вероятнее всего, тот, с кем у Любы была интимная близость, есть убийца. А судя по анализам, именно Михаил был с ней незадолго до убийства. Ну, допустим, а мотив? Судя по выводам судебно-медицинской экспертизы, скорее всего, у них все было по согласию. Ну, согласно тем же анализам, у нее в желудке обнаружили алкоголь. Предполагаю, что он ее споил и воспользовался беззащитной девушкой. Рассматривается как изнасилование. А когда она пришла в себя, то пригрозила, что этого так не оставят. Вот он ее и убил. Ну, подождите. По-моему, она была в него влюблена. Она сравнивала его с героем романа. А у героев там отнюдь неплатонические отношения. Вот-вот. Она нарисовала себе идеал, а он ее очень быстро спустил на землю. К тому же есть протокол обыска дома. Как дела, Паша? Ай, никак. Ни следов крови, ни орудия убийства. Я думаю, что он успел от всего избавиться. У вас как? Прекрасно. В холодильнике водка, портфель и пол шоколадки. Ого как. Те же продукты, что и в желудке убиты. Отлично, Игорь Ильич. О, Сокол. Ну что, осмотрел гараж? Осмотрел. Машина давно не эксплуатировалась. Карбюратор снят, антифриз слит. Вся зачехлена, он ее законсервировал на зиму. А на чем же он вылез убитую? Ну, я думаю, он на служебной машине. Он же возит какого-то начальника. Я звонил на работу, но в этот день он машину не брал. Ладно, выясним. С Любой у нас все было по согласию. Что же вы нам собрали? Да потому что тем утром она была у меня. Потому что ее убили. Я испугался, что на меня все повесят. Любаш, ну останься. Не могу, у меня работы куча. А, работа. Угу. К Шаповаловым нужно журнал отнести, потом еще на почту вернуться. Вечером загляну. Пока. Миша, я тебя не отпущу. Все, ты моя пленница теперь. Миша, я сейчас закричу. Кричи, не кричи, тебя все равно никто не услышит. Миша, дурак. Так мне на работу надо. На работу. Очень по-мужски. Вашу любовницу убили, а вы следствие вряд ли. Во сколько она от вас ушла? Где-то в половине десятого. Больше я Любу не видел. Значит, вечером она у вас не появилась, и вы даже не забеспокоились, почему ее нет. Да поймите, я не придал этому значения. Подумал, может быть устала, она же целый день на ногах. Уведи его, Саша. Сонечка! Подожди, детка, подожди. Сонечка, а где ты взяла эту сумку? Дома нашла. А можно я посмотрю? Детка, подожди меня, пожалуйста, здесь, хорошо? Ты вот здесь постой, только никуда не уходи. Договорились? Да. Стой, я сейчас. Подожди. Подожди. Алло, товарищ Угай, это начальник почты, Алифтина Ивановна. Ага. Да, я понял. Вы уверены? Абсолютно. Приезжайте скорее. Хорошо, спасибо. Поехали на Холодную гору. Начальник почты нашла сумку убитой. А вы мама девочки? Я тетя, Светлана Ивановна. Родители скоро будут, я им уже позвонила. Понятно. Я эту сумку сразу узнала. Вы вот там посмотрите. Мне кажется, это кровь. Да, я тоже так думаю. А это след от помады. Сынечка, покажи еще раз, где ты нашла эту сумочку? Вот там, возле забора? Ну, хватит. Она вам уже третий раз показывает, где сумку нашла. Холод на улице, а вы ребенка морозите. Мы работаем. Если Соню схватит бронхит, вы виноваты будете. Я так понимаю, вы та самая жена Сологуба. Значит так, если Сонечка вам понадобится, позовите. Идем, девочка моя. Светлана Ивановна, у меня вообще-то к вам отдельный разговор будет. Я же правильно понял. Это та Светлана? Да, да, да. Это та, которая Катьке по костей делает. Так, я не поняла, что здесь происходит вообще? Игорь Ильич. Дима, заезжай. Есть вероятность, что на этой машине перевозили тело Любы. Тогда я с багажника и начну. Ага. Вы мне можете объяснить, что вообще здесь творится вообще? Следователь прокуратуры, Чугай Павел Иванович. Так в чем дело-то? Откройте, пожалуйста, багажник. Мне надо его осмотреть. Пожалуйста. Ну что, Павел Иванович, с уверенностью могу сказать, это кровь. Да это, наверное, попало, когда я мясо перевозил. Когда перевозили? Во сколько? Откуда? Смотрите, что я нашел. А это что такое? Кровь, Павел Иванович. Так это ж тяная. На колбасу, на кровянку. Помните, я рассказывал вам про надписи во дворе Сологуба? Так. Так они же вот-вот через забор. Там, где Соня, сумку нашла. Павел Иванович, смотрите, что я нашел на заднем дворе. Опа. Ну точно. Сегодня Бог шельму метит. А в гараже столярная рама имеется. Что, Дима, гробик на ней делал? Да какой гробик? На что вы прицепились? У вас во дворе нашли сумку убитой со следами крови. Какую сумку? Что вы несете? Да вот это. Слушай, Дим, точно. Любка с ней ходила. В поселке, недалеко от Харькова, в стоге сена обнаружен труп работницы Харьковского почтового отделения Любови Бражник. Все говорит о том, что девушку убили в другом месте и тело перевезли. Выяснилось, почтальон тайно встречалась с жителем района Холодная гора Михаилом Беспаловым. В день смерти Любови у них была интимная близость. Позже Бражник ушла разносить почту по привычному маршруту. Следующими, к кому отправилась девушка, были соседи Михаила, Дмитрий и Валентина Шаповаловы. Во дворе Шаповаловых сыщики находят рабочую сумку убитой, а в багажнике их автомобиля следы крови. Вот именно. Так что собирайтесь и поедите с нами. И ваша сестра тоже. А Соня, на кого я ее ставлю? Она свидетель. Берите с собой. Так она ребенок совсем, ну что вы! Она свидетель. Собирайтесь. Экспертиза показала, кровь, найденная на сумочке, принадлежит Любе Бражник. А это значит, что убили ее во дворе Шаповаловых. Это потому что сумку нашли на их территории? И кто же убийца, по-вашему? Слушайте, ну это очевидно. Светлана. Светлана, сестра Шаповалова. Да? Ну что ж, попробуйте меня убедить. Да легко. Смотрите. Светлана первая жена Сологуба. Соседа Шаповаловых. И скорее всего, это она вредила новой жене Катерине. Люба, вероятнее всего, увидела, как Светлана готовит какую-то новую пакость и поплатилась за это. И как же Светлана избавилась от тела? На машине брата. В багажнике машины обнаружили следы крови. Обнаружили? Но не человеческой, а свиной. Посмотрите результаты экспертизы. Зачем мне убивать Любу? Может, она стала свидетельницей, как вы Катерине не даете жить? Мужа хотели вернуть. Это кто вам такое в голову бил? Я перекрестилась, когда с этим желабом развелась. Да и не было меня в понедельник у брата. Ну и на работе у вас тоже не было? Я проверял. Приболела. Дома лежала. Ну, конечно. У вас нет ни больничного, ни свидетелей. Так что давайте, Светлана Ивановна, пишите признание. Ага. В чем мне признаваться? Я ничего не делала. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Чугай слушает. Что? В доме Сологубовых пожар. Да, сейчас выезжаем. По вашей логике, это тоже я сделала? Проверим. На выход. Здравствуйте. Я не опоздал? Нет, мы еще не заходили во двор. Но Сологуб точно погиб. Задохнулся угарным газом. Жена чудом спаслась. Уцелели сараи и гараж. Следователь прокуратуры Чугай Павел Иванович, вы можете назвать причину пожара? Да поджег. Как пить дать? На тот угол вылили не меньше канистры бензина. Понял. Спасибо. Пойдем. Где мой муж? Почему вы молчите? Леня! Думаете, поджог связан с убийством почтальонши? Я, если честно, уже не знаю, что думать. А вот вам еще для размышления. Ух ты. Колпачок от помады Елена? Так точно. А отпечатки снять сможем? Ничего не обещаю, но постараюсь. Игорь Ильич! Да! Тут молоток какой-то. Неси его сюда. Вот. Крыльцо обгорело и обвалилось. Я под кирпичами нашел. Ну-ка. Осторожно. Возможно, это и есть орудие убийства. Покажем Альберту Николаевичу, пусть он проверяет. Ну, Артем, Артем, как продвигается дело? Да, сейчас, сейчас, сейчас. Тут очень интересные детали. Вот, смотрите. Криминалисту удалось снять отпечатки пальцев с колпачка помады Елена. Они принадлежали убитой. А вы помните, что когда нашли тело убитой, то в ее кармане помада была без колпачка? Угу. Ну, интересно. Но это же не вся информация? Нет, не вся. Молоток, найденный во дворе, оказался орудием убийства. На нем присутствовали следы мыльного раствора. Его явно пытались отмыть. Боек, молотка и форма раны убитой полностью совпали. Странно. А какое отношение убитая почтальона имела к Сологубам? Что их связывало? Не знаю, но судмедэксперт обнаружил в желудке покойного Сологуба то же, что и у Любы. Коньяк, спирт, портвейный шоколад. Только в отличие от Любы, у него была еще лошадиная доза снотворного. Значит так, ребята. Я долго думал, и вот что мне вышло. Такая пропорция спирта, коньяка, портвейного шоколада встречается в конфетах «Медный всадник». «Медный всадник». Кто-то знакомый. Где же я его видел? После войны по репарации из Германии в СССР поступило оборудование с немецких кондитерских предприятий. Это позволило в кратчайшие сроки наладить выпуск шоколадных изделий. Внушительному росту кондитерского производства страны способствовала внешняя политика Советского Союза. Фабрики бесперебойно снабжались какао-бобами с далеких африканских просторов. С 1938 года в Ленинграде функционировала кондитерская фабрика имени Крупской. Здесь не переставали работать даже в блокаду. Одной из визитных карточек фабрики стали конфеты с крепким ликером «Медный всадник». Их стали выпускать в начале 50-х. Они завоевали огромную популярность у потребителей. Глазированный шоколадом сахарный корпус конфеты заполняла смесь из портвейна, коньяка и спирта. При надкусывании шоколадный корпус проваливался, в рот вливался крепкий ароматный ликер. Конфеты были настоящим дефицитом. Легенда гласит, что изготавливались они вручную и в связи с хрупкостью транспортировались в фанерных ящиках. Блин, хоть убей, не помню. Ладно, что получается? Сологуб и Люба ели одни и те же конфеты? А что это нам дает? Вот именно. Не могли купить их в одном магазине делов-то? Да если бы. Эти конфетки дефицитные. Ты их днем-согнем не найдешь. Вспомнил. Точно. Я видел эти конфеты на почте. Целую коробку. Так. Я на почту. Ну? Ну? Ну вот коробочка. Только мы уже все съели. Вкусные были, извините. А можно? Да, конечно. А кто принес конфеты? Люба. Земля и пухом. Ну, тетка на кондитерской фабрике работает, целую посылку ей прислала. Вот Люба нас и побаловала. Понятно. А вы заходите. Угу. Сестра как раз прислала 10 коробок. Одна осталась, в кладовке лежит. Хотите, принесу? Да, принесите. Саша, узнал, что там по жене сологу? Состояние стабильное. Завтра попишут. Угу. Хорошо. Вы извините, но я конфет не нашла. Может, Люба их взяла? Нет, Люба не могла. Два дня назад там точно были. Я видела. Может, муж взял? А, кстати, а где сейчас Анатолий? Он поехал мать проведать. Давно? Да нет. Прямо перед вами. На автостанцию поехал. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте. А вы тут как? А что, твои вещи оставляете? Какие? Вот эти. Ваш чемоданчик. Не мой. А, не ваш, значит? Нет. В портфеле Анатолия Ткачука обнаружили 25 тысяч рублей и 7 пар золотых часов стоимостью 3 тысячи рублей. Это он так маму проведывал? Да, это еще не все. На его куртке также обнаружили еле заметное пятно крови. Группа Эрезус третья положительная. Как у Любы. У вас на куртке обнаружена кровь вашей пачерицы. За что вы убили ее? Я не убивал Любашу. Я вам сейчас все расскажу. Внимательно слушаем. Три месяца назад я оставил новые окна в доме Сологуба. И там познакомился с Катей. У вас с ней что-то было? Да. И с этого момента все и началось. Не понял. А муж? Они же недавно поженились. Муж. Да она в нем разочаровалась. Ай, Сологуб, конечно, красиво ухаживал. Но даже Лон у меня с неба обещал. Жматяна. Он с каждой копейкой трясется. Он что, их в бочке солит, что ли? Все копит, копит. Себе он часы покупает, а я у него еле шубу выпросила. Да ты у меня и без всякой шубы, красавица. Слушай, Толик. Что? А я знаю, как нам счастливыми стать. У него ведь столько денег нам до конца жизни хватит. Катя придумала план. Поджигаем дом. Перед этим она выносит деньги и драгоценности. И передает мне. Муж сгорает в пожаре и никаких проблем, да? Нет, не так. А как? Только поджечь дом. А муж должен был подумать, что деньги и драгоценности сгорели в доме. Ну, Катя бы потом с ним развелась и... И мы бы уехали. По-вашему, Сологуб был таким наивным? Да Катя хотела все спихнуть на Светлану. Этот гробик с куклой, эти надписи кровью. Это же все Катя придумала. То есть, вся эта бутафория ее рук дело? И собаку свою отравила. Катя себя выгораживала. А про поджог дома все бы точно на Светку подумали. Так, давайте ближе к делу. Почему вы убили Любу? Да не убивал я Любу, я же вам говорю. Катюша! Ти-ти-ти, Ти-ти, Катенька! Питра, что ты творишь? Успокойся! Да я же весь горюй, ты что не видишь? Ура, все будет кончено. Да скорее бы! Значит так, я скормлю Сологубу конфеты со сентворным. Он сладкое любит, съест все. Ты бензин взял? Да целую канистру, как договаривали. Поджигать будем вечером, часов восемь. Хорошо, я понял. Дядя Толя, вы что с ней любовники? Ко вам не стыдно? Люба, Люба, я тебе сейчас все объясню. Ты только маме не говори, а? Я все слышала. Не просто творные, пропаджог. Давай, давай мы тебе денег дадим. Пятьсот рублей, а, Люба? Да никаких денег я не возьму, даже не предлагаете. Ты и ты, вы оба преступники. Ты что наделала, Любочка? Отчего она орет? Господи, я не хочу. Дай сумку. Да зачем тебе сумка? Дай сюда. Люба. Любочка. Пятьсот четвертая. Любаша. К Шаповаловым ушла. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Люба. Ладно. Ты куда? Будем считать доставкой на дом. Понятно. Препятствия вы устранили, а осталось дело за малым. Усыпить целую губу и поджечь дом. Да. А не много? Ничего. Крепче спать будет. А если он того? Толя, хватит ныть. Назад дороги нет. Ну, Толечка. Ну, не переживай. Все будет хорошо. Он эти конфеты все съест. Он их очень любит. Давай заворачивай быстрее. Ясно. Конфеты дело рук Катерины. А дом? Вы подожгли? Я... Но я не думал, что с Сологубом так получится. Как с Катериной вы договаривались действовать дальше? Встречаемся сегодня. Восемь вечера. На Свердлово в сквере. Артем, вам только остается произнести бедный Юрик. Так вот, что вы имели в виду, когда сказали бутафория. Все угрозы Катерине, это дело ее рук. Да уж. Барышне не откажешь в изобретательности. Ну что, в ресторан отмечать? Отмечать. Боюсь, Катерина Ивановна, вам нечего праздновать. Ах ты скотина, ты тварь такая, предатель! Успокойтесь! Надеюсь, ты сдохнешь в тюрьме. Успокойтесь, гражданка Сологуб! Прошу, Анатолий. Странно, что все-таки толкнуло Катерину на убийство? Только ли жадность мужа? Думаю, виной всему была роковая страсть. К Анатолию? Увы, к деньгам. Любовник ей нужен был только как исполнитель. Анатолий после выхода из тюрьмы долго не мог устроиться на работу. Странно, он же был первоклассным столяром. Да. Его с руками и ногами потом приняли в похоронную контору. И по иронии судьбы он работал гробовщиком. А судьба Катерины сложилась трагичнее. Да, я успел прочитать, она отбывала наказание в Черниговской колонии. Да, в первые годы стала фавориткой заместителя начальника колонии. Жила не в общем бараке. Но спустя три года ее перевели обратно. И вскоре она заболела воспалением легким и умерла. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Алла! Алла, вы дома? Чего грюкаешь? Спит, небось. Разбудишь, воню не оберешься. У меня назначено. Никто не открывает. Может, ей плохо? Это другим от нее плохо. Отпущение от него... Слышите? Это не из дома. Помогите. Это оттуда? Помогите. Да, точно. Странно. Пойдем глянем. Нет, не надо. Голос вроде женский. Не пойму, откуда. Что это? Это что, могила? Что ж ты, нежная такая? Добро пожаловать. Ведьма. 1981 год, Одесса. Заживо закопана в землю Алла Маковей. Но до приезда скорой она не дотянула. Да. Врачи констатировали смерть. А Маковей Алла у нас с кем работала? Пенсионерка. В 33 года? По инвалидности вышла. Но без дела не сидела. У вас там показания соседей есть. К ней постоянно приходили незнакомцы и местные, и днем, и ночью. Что-то не верится. Во что вам не верится? Что к ней часто люди ходили. Ну, смотрите. Яму выкопали посреди огорода. Зимой. И никто не заметил. Так яма была вырыта. Убийца просто положил тело и присыпал, чем смог. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Ириша. Здравствуйте, Лацепкин. Ну, что тут у тебя? Ой, кошмар. Значит так. На запястьях и лодыжках полосы связывали. Под ногтями судранная кожа, скорее всего, сопротивлялась. И еще... Ой, даже говорить страшно. Ну, говори уже, не томи. Ожог. Ожог, похуй. Вы участковый. Он самый. Здравия желаю, товарищ следователь. А что это у вас за... Страсти такие на участке, а? Да что тут скажешь. Виноват. Не доглядел. Не доглядел? А у вас на участке всегда... Сделаем. Ладно, Сергеевна. Там эти двое, которые труп нашли, в себя пришли. Поговорить не хотите? Что? Ничего. Очень хочу. Мы с участковым, а ты займись дверью. Будем вскрывать, тянуть нечего. Сделаем. Ирка, привет. Привет. Что, голая? Покажешь? Ты дурак? Иди отсюда. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Ананг. Вы ее нашли? Правдина. Максим Ильич. Живет тут же. У них спокойный дом разделен. А вы? Гражданка Бронеско. Жанна. Вы тоже тут живете? Нет, я дальше по улице. А к убитой зачем пришли? Поговорить. Я к ней часто ходила. Ну, к ней все ходят. Угу. Что-то слышали ночью или накануне днем? Все-таки через стенку с ней живете. Да тут иногда такое услышишь. Но врать не буду. Днем тихо было. И ночью тишина. А что можете сказать об убитой? Враги и конфликты? Да что тут? О покойниках. Или хорошо, или ничего. Ну, если уж цитируете, то корректно. Или хорошо, или ничего, кроме правды. Ну, мошенница. Максим Ильич, ну что вы несете? А что, я три года ее знаю. Дрянная баба. Откуда у нее столько угля? Я, заслуженный работник, должен выбивать. Можно сказать, на коленях выпрашивать. Мошенница она. Да не слушайте его. Никакая она не мошенница. Алла, гадалка и ведунья. Ну как, громко сказано. Я работу с ней проводил. И вон, объяснительную мне писала. Ясно. И вы, значит, на прием к ней пришли? Да, но вы ничего не подумайте. Никаких приворотов, отворотов. У моего Бужа проблемы на работе. И я пришла за помощью. Мне ничего за это не будет? В то время гадалки и знахари рисковали получить статью. Первые за мошенничество. Вторые за незаконное врачевание. 20 тысяч. Я тебе расскажу о твоей судьбе. Тем не менее, деятельность предсказателей, ведуней и медиумов в брежневские времена расцвела. Их клиентами становились члены политбюро, маршалы и ведущие спортсмены страны. Самые востребованные экстрасенсы могли брать 100 рублей за прием. В узком кругу друзей космонавт Владислав Волков рассказывал, что ему предсказали скорую смерть. В июне 71-го во время приземления Волков и еще два члена экипажа корабля «Союз-11» погибли. Ну, чудеса случались. Еще и какие. Я, когда первый раз к ней пришла, мы раньше никогда не встречались. Она про меня такое рассказала. И что, все правда? Да. Я сидела вот так. Все, что она сказала, все правда. Люди к ней постоянно с разных районов сюда ездили. Да, это так. Да. Она с меня с глаз сняла. Сказала, что переведет на собаку. Мол, на обидчицу нельзя, она далеко. И что вы думаете? Прихожу я домой. Собака сдохла. Только не надо вот. Вы что думаете, это она Алтая травила? Ну, вспомните, перед прошлым Новым годом муж Машки Воротниковой от инфаркта слег. Да-да, было дело. Прямо на улице. Ну, так вот. Я точно знаю, что-то она к ней ходила. Так что ж ты раньше молчала? Да ладно уже. Тут, тут убийцу искать надо. Девка ж молодая, хоть и аферистка. Жалко ее. Очень жалко. Максим Ильич. Его. Ты душой не криви. А что такое? Можно вас? Максим Ильич это-то. Вот. Это творчество соседа. За три года написал 60 кляус на гадалку. Ну, что бывают такие соседи. Небось и на других тоже строчил жалобы. А вот и нет. Только на убитую гадалку. Так, незаконная деятельность, религиозная пропаганда, мошенница. Недостойно ходит по нашей советской земле. Ну, что, агрессивно, но чтобы убивать. Что же мне так не везет, а? Вы посмотрите. Ну, одни шестерки, одна за другой. Лев, долго еще? Момент. Ладно, Сергей. Есть. А интересный нынче убийца пошел. Двери за собой закрывает. А это чтоб мороз не зашел. Хата ж протоплена. Очень остроумно. КОНЕ به. НЕНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА История сношения человека с дьяволом. Гадость какая. Что у тебя? Фотографии вырваны. Не все. Несколько штук. В уголочках остатки. О, в печке пепел. Видимо, фотографии жгли. Товарищи, смотрите. Бланки телеграмм. У них тут целая куча. С какими-то записями. Травкина. Почерк не разбор. Я гляну. Травкина гуляет с Толиком. У Ивана Кузьмича проблемы с простатой. Профессор Антонов загулял с молодухой. Травкину знаю. А Чуденец этот неподалеку живет. А профессор Антонов первый раз слышу. Это почерк убитой гадалки? А откуда я знаю? Вы говорили, у вас есть ее объяснительная. Ой, точно. Сейчас. Почерки разные. А, интересно. Это кто же наши гадалки досье на местных готовил? А мужик у нее был. А что такое? Стол без сидушки. В доме мужика не хватало. Еще теплый. А, отсутствие мужика здесь ни при чем. А что тогда? Ну, это же пытка такая. Человека сажают на стул. Без сидушки. Привязывают. Разводят огонь и вопросики задают. Так вот, откуда у нее ожог. Там. Соседи ничего не слышали. Руслан Ильич, ищем кляп. Во рту у жертвы обнаружены красные волокна. Предположительно, хлопок. Это что, получается, она ела ткань? Дурак. Ну, она же была беременной. А моя сестренка, когда вынашивала племянника, ела мел. Нет, беременность, жертвы тут ни при чем. Скорее всего, у нее в рту был кляп. Ну, чтобы не издавала лишних звуков. Бери пример жертвы. В каком смысле? Меньше звуков издавай. Ирина Дмитриевна, так какая причина смерти? Внутреннее крылотечение. Из-за нанесенных побоев? Нет. Вызванное неизвестным веществом. Яд? Да. Но только какой, не пойму. В случае уникальный. А, да, и еще у нее в желудке было полно вот этого. А что это? Так, у нас сейчас совещание. В следующий раз. Свободно. Свободно, свободно. В Одессе на приусадебном участке своего дома обнаружена закопанный заживо Алла Маковей, местная гадалка. До приезда медиков женщина скончалась. Перед страшной казнью женщину подвергли жестоким пыткам. Под ногтями жертвы остался эпидермис убийцы. В доме Маковей сыщики обнаружили записи. Досье на местных жителей. Выяснилось, сосед убитый ее недолюбливал. Писал в жалобы. При осмотре тела патологоанатом во рту жертвы обнаружила красные хлопчатобумажные волокна и установила, женщина была беременна. Мы что, с этим так и пойдем в суд? Скажем, вот вам черти что в качестве доказательства. Зачем вы так? Я свяжусь с нашим биофаком. Выяснил. Я правильно понимаю, жертва была на 12-й неделе беременности? Да. О! А вы говорили, в доме мужика нет. Был? Еще как был. Лев. Что будем делать, Лаза Сергеевна? Красные волокна во рту. Следователь прокуратуры Ананка. Вы ее нашли? Правдина. Ищем отца ребенка. Это первое. А пока поговорим с соседом-доносчиком. У него в руках был красный платок. Да и ненавидел он соседку жутко. Нерка. Сегодня вечером занята? Бросай своих трупиков. Пойдем погуляем. Лев Геннадьевич. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе. 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 Что ж вы, Максим Ильич, кашляете и курите? Привычка. Вы что-то хотели? Поговорить с вами. Давайте. Только недолго. Обед настали. Недолго. Во-первых, дайте нам ваш платок. Кое-что проверить нужно. Спасибо. И еще нам нужно будет вас осмотреть. В смысле? Мне что, раздеться, что ли? Вы шутите? Под ногтями у жертвы обнаружили кожу убийцы. Значит, на преступнике есть раны. А, пожалуйста. Гражданин правден. Но не здесь же. Придется проехать с нами. Давайте, давайте. Так, вот. Результаты осмотра. На теле соседа никаких свежих ссадин. А платок? Тоже нет. Не он служил преступнику кляпом. Нет. Не убивал соседа. Ну, а что дальше? Родителей нет. Кавалер неизвестен. Друзья, подруги. Нет. Алла после выпускного устроилась в цирк Шапиту. Много гастролировала. Но пока не получила травму. Одноклассников опросили. Но никто с ней отношений не поддерживал. Знаете, у всех свои дела. Они знали, что она вернулась. Но просто все заняты. Кто в порту работает, кто на ферме. А кто телефонисткой на телеграфе. Стоп. Телефонистка на телеграфе. Телеграфные бланки с досье на соседей. А я уже думала, не догадаетесь. Получается, гадалки помогали собирать данные на клиентов? Телефонистки. Ну, согласитесь, гениально. Гениально. Даже после внедрения автоматической телефонной связи работа телефонисток все еще была востребована. Особенно это касалось междугородных и международных звонков. Соединяя абонентов, Телефонистки могли слушать любые разговоры. А иногда и вмешиваться в них. Известно, что во время телефонных ссор между Высоцким и Владей сотрудница московского телеграфа Людмила Орлова специально отключала связь. За это время супруги успевали остыть. Поговаривают, именно эта телефонистка вдохновила Высоцкого сочинить песню 07. Ну вот, Ирина Литвинова. Здрасте. Ирочка у нас давно работает. Жалоб никаких. Может, Вы что-то напутали? Не напутали. Разберемся, спасибо. А скажите еще что-нибудь? Что сказать? Ха, голос у Вас знакомый. Такой знакомый. Ладно, давайте к делу. Мы по поводу Вашей школьной подруги. Точнее, смерти Вашей школьной подруги. Какой подруги? Ладно, не юлите. Вы знаете, о ком речь. Да мы с Салкой, собственно. Мы знаем, что Вы собирали досье на ее будущих клиентов. Так что давайте без этого. Ну, рассказывайте. Ну что? Я ее лет 10 не видела. А раз иду по залу, смотрю, она среди людей трется. Ну вот, и я подошла. Мы обнялись, договорились встретиться. Ну вот. Двое детей. Дом, работа. А ты? А я гадалкой заделалась. Иди ты. Погадаешь? Да не дури. Ты думаешь, чего я на почте ошиваюсь? А кто тебя знает? А я слушаю. Кто кому изменил, задолжал. У кого гулячки какие. Столько сил и времени на это трачу. Ну, давай за встречу. Давай. Мы выпили. Алка говорит. А ты не хочешь помочь? И вы помогли. Разговоры подслушивали. Секретики доставали. Ну, вы не думайте. Я денег за это не брала. Тем более, что... Что? Ну, Алка, она ведь действительно ведьмой была. Ой, хоть вы не начинайте. Нет, нет. Было в ней что-то такое. Какое? Ну, правда. Одна моя знакомая как-то к ней ходила. Горе случилось. Муж-моряк в рейсе пропал. Но она влюбилась в другого. А новое отношение никак не решалось завести. Алка ей говорит. Ты иди домой. И будет тебе ответ. И что? Приходит моя подруга домой. На порог не успела ступить. Дверь открыла. А там вот такими буквами на обоях. Свободна. Ладно, все с вами ясно. Пойдем, Люба. Пойдем, пойдем. Вот. Это та самая надпись. Свободна. Странный трюк. Надпись делают лимонным соком. В темном помещении не видно. А когда дверь открывается, лучи попадают на стену и буквы проступают. Вы молодец. А вот одесситы не сразу стали на верный путь. В заключение доцента биофака? Угу. Стало ясно, чем отравили. Угу. О, Иришка, привет. Привет. Вадим Юрьевич, добрый день. Лада Сергеевна. Ну что, что за яд? Спарынья. Что, что? Спарынья. А что это такое? Это маточные рожки, что ли? Так, стоп. Что за сельский час? Что за спарынья, что за рожки? Грибок-паразит. Очень опасный яд. Вот этого вот пакетика хватит на троих. Неужели не слышали? Спарынья. Чёртова корча. Антона в вагоне. А, такое слышала. Это он галлюцинации ещё вызывает, да? Ну, вообще-то это самое малое. При отравлении человека жжёт изнутри и отсыхают конечности. Ирина, а что это вы такая умная и никак не могли разобраться, что за яд? Ну, в защиту могу сказать, что спарынья яд редкий. Экзотический. У нас на факультете только один человек занимается этой заразой. А как его фамилия? Подходящая. В смысле? Антонов. Антонов? Профессор Антонов? Лёва, пойдём. Спасибо. Иришка. Антонов. Антонов. Профессор. Мне сказали, он в этой бане. И не только он. Послушайте, мне тут об комовцы парятся. Давайте в другой раз. А давайте сейчас. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, девушка. Присоединяйтесь. Обязательно. Сейчас с делами разберусь и сразу к вам. Так, хватит ломаться. Ведите меня к Антонову. О, с лёгким паром. Здравствуйте. А вы с формой одежды ничего не перепутали? Спаритесь? Вы бы лучше о себе беспокоились. В смысле? Спеклись вы, Антонов. Гражданечка, а вы, собственно, кто? Следователь прокуратуры Лада Сергеевна Ананка. Я расследую убийство Аллы Маковей. Какой Аллы? Хорошая попытка. Но не зачёт. Это гадалка, которая с помощью телефонистки доставала информацию про своих будущих клиентов. И вот что эта телефонистка написала о вас. Профессор Антонов загулял с молодухой. А я что, единственный профессор Антонов во всей Одессе? Единственный. Есть ещё академик, доцент. А профессор единственный. Так что, будете говорить? А то я уже тут продрогла. Ну, может, моя жена ходила к гадалке, а я нет. А жена ваша с пареньей занимается? Просто именно этим ядом отравили гадалку. Моя жена художник. Что вы от меня хотите? Мне сказали, у вас в лаборатории есть паренья. Я хочу взять её на экспертизу и сравнить с той, которую нашли в желудке погибшей. Я что-то... Так, давайте говорите, потому что мне уже плохо. Я знал Аллу, но никакого отношения к её убийству я не имею. Хотя вначале мог. Здравствуйте, проходите. Что-то я не помню, что вы записывались. Вы Алла. Ну, я с кем имею честь? Ну, здравствуй, дрянь. Вы меня, наверное, с кем-то путаете? Нет. Моя жена сюда ходит. Я Антонов. Ммм. Вот оно что. Профессор. Теперь ясно. Что ясно? Почему бабы на тебя вешаются? Сядешь, Антонов? Чайку. Сидел, чай пил. А оказался у неё... В койке. Заколдовала. А отравили зачем? Какой мотив? Что за бред? Ну, не убивал я её. Послушайте, профессор. Я об этой вашей спорыньи сегодня первый раз услышала. Вы хотите сказать, что в этом городе есть ещё кто-то, кто мог отравить её этой дрянью? Я давал Алле спорыньё. Ну, так сказать, в пользование. Зачем? Она увлекалась всякими колдовскими штучками, а спорынья вызывают галлюцинации. Экспериментировала. Нет. Не складывается. Аллу не просто отравили. Её жестоко пытали. А потом ещё живую бросили в могилу. Вы извините, ну что ж я, милиции откажу. Разберёмся. А, ты? На выход. Я-то надеялся, что не наши беспределом занимаются. Степан Ильич, я... Завтра утром пообщаемся. Поняла. А вы, пожалуйста, потрудитесь вспомнить, где вы были в ночь с 12-го на 13-е февраля. Профессор Антонов не признался, где был в то время, когда пытали гадалку. Странно. Он ведь понимал, что всё против него. Роман с ней крутил. Яд из его лаборатории. Снимки из альбома сожжены. Получается, всё, убийца найден. Профессор Антонов. Нет, не торопитесь. Вы не поняли. У Антонова есть алиби. Но людей, которые могут его обеспечить, он называть не стал. Вот как? Ну и что же это за люди? В общем, желание париться в бане у меня отпало на долгие годы. Выйди. Я просил, с утра зайди. Работала, Степан Ильич. Работала она. А я, по-твоему, отдыхаю. Садись. Что там с задержанием профессора Антонова? Будет санкция? Нет. Антонова оставь. Но на момент гибели его любовницы... У него алиби есть. Всё, точка. Ах, алиби? Он в бане парился. С людьми, фамилии которых лучше не называть. И я там был. Разошлись под утро. Что он там делал? Там принято решение двигать его наверх. Через месяц-два он будет в Москве. А ты лучше убийцу ищи. А Антонова оставь в покое. Так что, мне разговаривать с ним нельзя? А этого я не говорил. Профессор Антонов? Вы? Мне некогда с вами разговаривать. Работа. А поволтать придётся. А с вами что ещё, не говорили? У них своя работа, у меня своя. Вы свою работу уже сделали. В институте шепчутся. Жена о разводе заговорила. Вы удивительной наглости человек, Антонов. Крутите интрижку на стороне, а виноваты мы. Я вам напомню, ваша любовница убита. Я жениться хотел. Не верить. Даже заявление о разводе писал. Здесь где-то оно. Товарищей из обкома просили притормозить. Будут мораль проверять. Ну, с вашей моралью мне всё ясно. У Аллы помощник имелся? В смысле? Ну, когда нужно было кому-то собаку отравить. Или надпись на обоях лимонным соком сделать. Алла сделать этого не могла, она была в это время с клиентом. У неё был помощник. Кто? Вы? Или был ещё кто-то? Шутите? Не я, конечно. А кто? Дайте подумать. Один раз ко мне, как к токсикологу, из районки обратились. У них человек слёг с отравлением. Не могли понять, что. Я понял. Спаранья. Вот и задал вопрос Алле. Кто его отравил? Алла, ты не понимаешь, это очень серьёзно. Кто отравил этого несчастного? Ну, кот. Кто? Что ты несёшь? Какой кот? Кот. Ну, я же ведьма. Мне кот положен. Помощник. Кот, значит, был помощником. И вы, конечно же, ни имени, ни фамилии этого кота не знаете. Я понимаю, звучит абсурдно. И вы мне не верите. Но я не знаю. Всё. Пардон. У меня работа. До свидания. Итак, что мы имеем? Профессор Антонов не убийца. У него есть алиби. И он якобы не помощник Аллы, хотя яд ей давал. Ну, и кто этот кот? Думаете, надо искать помощника, а не обиженного клиента? Нет, я думаю, что нужно искать знакомого, гадалки. Причём того человека, который был изображён на снимках в её фотоальбоме. Вы всё верно говорите. Ну, ну, хорошо, хорошо. Дам вам подсказку. Все снимки в фотоальбоме жертвы были выложены в строгом хронологическом порядке. Так, и на каком этапе её жизни засветился преступник? После получения травмы. Алла потом ещё целый год работала в цирке, продавала билеты. Под руководством вот этого человека. Вот. Катюба Павел Макарович. Кто такой? Администратор цирка, его потом ещё выгнали за махинации. Катюба этот у тётки поселился. Мне так в цирке сказали. Дальше уехать не мог. Откуда такая уверенность? Ну, мне так сказали. Цирк, например, маленький, слухи быстро расходятся. А кому нужен администратор с таким послужным списком? В Одессе на приусадебном участке своего дома обнаружена закопанная заживо Алла Маковей, местная гадалка. До приезда медиков женщина скончалась. Перед страшной казнью женщину подвергли жестоким пыткам. Под ногтями жертвы остался эпидермис убийцы. Экспертиза показала, женщину отравили спорыньёй. Под подозрение попадает любовник Маковей, профессор-токсиколог Глеб Антонов. Тот признался, давал любовнице спорыньёй, она применяла её во время гаданий. Но у профессора на момент совершения преступления было алиби. Сыщики решили проверить прошлое гадалки. О! Сюда? Да, всё верно. Пришли. Чего надо? Мармелада! Открываем, гражданка! Угу. Гражданка, ещё раз! Где ваш племянник Катюба Павел Макарович? Да не знаю я. Ну я ж вам не всесоюзный розыск. Когда вы его видели в последний раз? Ну, неделю назад приходил. Крутился тут, крутился и ушёл. Неделю назад как раз гадалку и пришибли. А ваш племянник вспоминал некую Аллу? Бывшую гимнастку. Аллу? Не. Да он вообще неразговорчивый. А с тёткой-то и подавно про баб своих болтать не будет. А у него здесь есть своя комната? Да вот она. Он же ко мне раньше часто приезжал. Часто бывал здесь. По нескольку раз на неделю. Значит, сделаем так. Здесь побудет Лев Геннадьевич, а я смотаю за санкции. Приеду и проведём обыск. Ещё один? В смысле? Ну так, тут же ваш был, искал. Кто, когда? Ну, на днях. А что, это не ваш был? Так, стоп. Сосредоточьтесь и скажите, кто приходил, как назвался? Что искал, нашёл? Ну, мужчинка такой, красивенький. Удостоверение показал. Только корочку не открывал. А как выглядел этот мужчина? Ну, такой высокий, русявый. Глаза то ли серые, то ли голубые. На нашего профессора похож. Да. А что он искал? Да я ж не знаю. Искал, рылся, потом подхватился и к двери. Даже не попрощался, вылетел, как ошпаренный. Ладно, хорошо, спасибо. Это всё, мы свяжемся с вами, пойдём. Хорошо, до свидания. А вон он, видишь? Угу. Так, надо бы за ним проехать. Я не могу, не шеф запретил. Ладно, Сергеевна, поступим так. Вам запретил, а мне нет. Автомобиль профессора покинул пределы города и проехал ещё 60 километров вот до этой точки. Город Аведиополь. Ну и что там? А там, как оказывается, работал бывший администратор цирка, Катюба. Работал водителем в котельной. Ну, так вот, откуда у Валы гора угля. Ну да, как вы понимаете, чужим людям возить уголь за 60 километров не станешь. Ну и что их связывало с убитой? Почему профессор ничего не рассказал об этом Катюбе? Катюба на месте? Пашка? Да здесь он где-то. Машину пригоняет и греется тут. О, а вот и он. Паш, тебя тут человек ищет. Спасибо. Стоять! Руки, чтоб я видел. Надеюсь, профессор, вам хватит ума. Не дурить. Лопату брось! Не советую, Катюба. Я предупреждал. Не надо на меня прыгать. Живой, профессор? Нормально. Как вы здесь оказались? Не важно. Поблагодарите, что вовремя. Что здесь происходит? Спокойно. Милиция. А? Молчать дальше будете? Буду молчать. Хорошо. Сэкономим ваше и наше время. Вот акт экспертиз. У вас в куртке следы спараньи. Яда, которым Аллу отравили. И еще вот это. Вы этим рот закрывали, когда пытали. Но и алиби. Да, его у вас нет. Алиби. О чем будет, если начну говорить? Поблажка? Суд может учесть. А. Ну, это, дорогуша, вилами по воде писана. А если говорить не станете, исключительную меру могу гарантировать. Понимаешь, о чем идет речь? Ладно, господа хорошие, что тянуть? Ладно. 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 Вот. Потом ногу сломала инвалидность. Вот я и жалился. Взял к себе кассирши. Ну, это мы уже знаем. Дальше. Дальше. Дальше я в деле одном попалился. Меня из цирка выперли. Алка еще немного поездила, а потом переехала в мамкин дом. Я в котельную устроился. Стал левый уголь людям продавать. Один раз в Одессу поехал. Платили. Хорошо. Эй, хозяева, есть кто дома, а? Хозяева! Ну что ж такое, полчаса машина сигналю. Девушка, ну сколько можно? Ну примите уголь. Чего орешь? Сколько с меня? А цирковые со своих деньги не берут. Паш. Алка. Пашка. Алка! Ну что, чаем хоть на поезд? Ну какие вопросы? Заходи, конечно. Пойдем. Ну что, как твои дела? Рассказывай. Алка мне еще со времен цирка нравилась. А когда встретились, вообще голову потерял. Ну, сошлись мы там. Я как в Одессу к тетке приеду, сразу к Алке бегу. Она, конечно, предлагала переехать, но я отказался. Переехать, чтобы жить вместе? Или чтобы помогать ей людей обманывать? Ха, молодец. В корень зришь. Ну я же сначала думал, у нас все серьезно как бы, а помогал ей так, потому что любил. А под словом помогал, что имеешь в виду? Ой. Доходили к ней особо впечатлительно, им нужно было чудеса показывать. Вот Алка наобещает, а я выполняю. Разлучница твоя. Брюнетка. С родинкой на губе. Инка, соседка, стерва шаловливая. Ничего. Я помолюсь, и муж вернется. Святые Петр и Илья, молю вас я. Мужа неверного накажите, к жене родной верните. Еще раз на сторону пойдешь, убью, понял? Аминь. Ты кто? Кто-кто? Святой дух в пальто. Да, радикальные у вас методы. А то. Правда, с дядькой одним перестарался. Я прессанул, силы не рассчитал, а его инфаркт хватил. И вот тогда я понял, что я работаю на Алку. Ты идиот, Паша? Ты на билетах этих чертовых попался. Себе жизнь испортила, а теперь и мне хочешь. Знаешь что, дорогуша? Я на тебя не нанимался, деньги не получаю. Шмотки. Шмотки на тебе какие. За барыши из котельни твои сраные, а? Да ну тебя. Что? Извини. Давай чаю выпьем. Иди вымой руки. Заодно и пообедаем. Чайку попили, думал, будет продолжение? А она на двери мне так ручкой помахала, я и уехал. А по дороге в Обидеополь мне так дерьмово, ребятки, стало. Я еле до котельной доехал. Пашка, ты куда несешься? Дело есть. Мне сейчас, пожалуйста, вызывай скорую, быстро, пожалуйста. Ох ты, я... Она вас отравила? Не верю. Че это? Сейчас все, что угодно можно придумать. Да, факты. Какие? А вы найдите бригаду скорой в Обидеополе, которая 8 декабря в котельную выезжала. Я два дня под капельцей провалялся. Узнайте. Ну, допустим. Проверим. Дальше. Дальше. Дальше я понял, что если не в этот раз, то в следующий она меня точно укокошит. Выждал несколько месяцев, явился в гости мстить. Да и денежки забрать, чтобы смыться. Где деньги? Деньги спрашивай, где? Нет, больше это все. Отпусти меня. Отпусти. 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 Как ты могла, ведьма, посмотри. Посмотри, что сделала с рукой. Я не люблю тебя. Я не люблю тебя. Я ребенка ношу. Отпусти. Спрашивай, ношу. Нет. Ты мне противен, дольвоты. Противен, отпусти. Помогите. Дольвоты. Будет тебе сейчас дольвоты. Жри. 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 Я хотел подстроить все, якобы расправа над ведьмой. Отпечатки вытер, тело в сад вынес и бросил в компостную яму. Я горю в аду. Потом к тетке заявился, забрал кое-какие вещи. Да и хотел понемногу с котельной рассчитаться. Да затянули. Ага. Алкин Хакаль меня нашел. Да и вы тут как тут. Ладно, это все. Вставай. Вперед. Так точно. Гражданин начальник. А почему вы не рассказали про Катюгу? Он убил женщину, которую я любил. Она ждала нашего ребенка. Отомстить хотели? Хотел. Что ж тут скрывать? Алла, вам точно ничего о нем не говорила? Нет. Однажды ее к дому подвозил. Оказалось, это дом его тетки. Сказал, что из милиции провел обыск. Вот что нашел. Путевой лист. Спасибо вам, Глеб Трофимович, за содействие. Если у нас возникнут вопросы, мы обязательно с вами свяжемся. До свидания. Простите, а сколько ему дадут? Это суд решать будет. Нормальный мужик, как оказалось. Кто бы мог подумать? Нормальный. Вот только с нечистой силой связался. Я сам на какой-то миг поверил в ее способности. Только на миг, Лада Сергеевна. Лев, дурачишься ты вечно, как ребятенок малый. Поехали. И что получил, Катюба? А, 12 лет. А, кстати, как профессор понял, где его искать? Нашел вот это сейчас. Вот. Путевые листы. Вот. И сразу понял, откуда у Аллы столько угля. Ну вот и поехал в котельную. Мстить. Ну да, решительный. Но, как я вижу, вверх по партийной лестнице профессор Антонов не пошел. Не вижу его фамилии в списках членов ЦК. Угу, все верно. Остался в Одессе, преподавал. Кстати сказать, он так и не развелся. Особый случай. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Это катастрофа. Да вы хоть понимаете, чем это может закончиться для отрасли? Да я прекрасно понимаю. Да ничего вы не понимаете. Да в главке. За такую шкуру спустят. Я просто не знаю, что с вами делать. Галина Михайловна, мне... Вам что, заняться нечем? Вы приказ напечатали? Уже. Идите в бухгалтерию, возьмите выписки за прошлый квартал. И за позапрошлый тоже возьмите. И за позапрошлый. Хорошо. Вам известно, что такое план, Виктор Николаевич? Да с такими, как вы, коммунизм не построишь. Ловкий ход. Ты же знаешь, у меня репутация. Ты почему приехала? Что-то случилось? Да я просто уезжаю сегодня в командировку. Долго? Несколько дней. Но я буду скучать. Кстати, дома тебя ждет сюрприз. Сюрприз. Ты меня интригуешь. Лен, да я не... Я не могу на все это смотреть. Ты бы видела просто весь этот кошмар. Стены покрашены ужасно. Паркет... Одним словом, халтура. Слушай, Лен, там ко мне пришли? Да нет, я никого не жду. Давай поговорим завтра. Доброе утро, Лёва. Здравствуйте, Петр Григорьевич. Как оно ничего? А как в песне поется? Песни, они разные бывают. Галя! Галенька! Галя! Да что там, Петр Григорьевич? Лёва, милицию вызывай! Ну что, Артём? Артём? Да? Вникли в суд дело? Да, вот только начал разбирать. Так, это у нас Краснодар. Главного технолога швейной фабрики имени Кирова Галину Акулову нашли убитый у себя в квартире. Произошло это всё в марте 1975 года. 1975 год. Ой, в 1975 году как раз на экраны вышел замечательный фильм «Месть и закон». Детектив? Нет, проще. Индийский. Ну, такой, знаете, остросюжетный, гремел на весь Союз. Я его пять раз смотрела. Нет, меня, к счастью... Дам нравится индийский кинематограф? Нет, меня, к счастью, этот культурный феномен обошёл сторон. Ой, да много вы понимаете. Ну, что вы, там такие страсти, обрыдаешься. Галя. Одна жила. Дом, работа. Работа, дом. В разводе? Уже три года. Как развелась. Всё сама. Ремонт сама. Нам с мактирой помогала. Кем работала? Нашли в фабрике. Главным технологом. А вы где живёте? В Прикороде. Станица Воронежская. Значит, виделись нечасто, да? Нечасто. Белый, привет. Привет. Время смерти около 12 часов. Убийца оглушил её сзади тупым предметом. Пока она лежала без сознания, он набросил на голову пакет, обвязал вокруг шеи белевой верёвкой, связал руки. Судя по позе и открытому рту, она очнулась, но ничем себе помочь не могла. Страшная смерть. Да, признаков взлома нет. Сама упустила в квартиру. А вот что я нашёл в метре от тела. Что это? Заяц, кролик? Да. А вот здесь яйца молли. Яйца молли? Умеешь твои задачи? Где мне их искать? Я думаю, клок выпал из воротника или из шапки. Скажите, Пётр Григорьевич, у Галины были недоброжелатели? Ну, может, она с кем-то ссорилась? Ругалась в пятницу с мастером. Видите, весь ремонт запорол. Да я тебе за такое ни копейки не заплачу. Да ты что, сдурела совсем? Я неделю тут батрачил. Стены покрашены плохо. И не везде. Пол вообще не отцикливал. Я снял два миллиметра, как мы и договаривались. Мы так не договаривались. Да теперь всё переделывать придётся. Мне переделывать. Так вали отсюда. Платить, значит, не хотите по-хорошему. Что? Тогда будет по-плохому. Что? Вали отсюда! Не знаете, с кем связались. Что? Это было в пятницу. А вы зачем сюда приехали? Поправить то, что этот бракодил напортачил. И ещё. Мне Галя 80 рублей оставила. Они должны были вот здесь лежать. Но их нет. Что-нибудь ещё пропало? Да. Часы золотые. Серёжки и кольцо с аметистом. Наш подарок на 30 лет. Ваше? Нет. Умоляю вас. Закройте ей глаза. У вашей дочери был кто-то? Ходил тут один. Женатый. Я это не приветствую. Галя меня с ним и не знакомила. Скажите, как нам найти этого мастера, который тут ремонт делал? Николая? Я не знаю. Вы это лучше у Лены Альминской спросите. Это подруга Галочки. Спросим. У Николая была шапка меховая? Была. Жиденькая такая. То ли кроличья, то ли заячья. Хорошо. Пойди опроси соседей. Кушай, 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 моя хорошая, кушай, кушай. Алексеевна, ты опять со своими объедками еле от собаки избавился. Ух, живодер. Сволочь бесчувственная. Изверг. Я живодер. В доме на тараканов жалуется ты. Запорк развела. Гадина. День добрый. Вы в этом подъезде живете? В этом. А вы? Да вон мои окна. Это дворник наш. У меня что? Языка нет, что ты за меня отвечаешь, а? Ты гад. Так, давайте вы потом разберетесь. У меня есть к вам вопросы. Это по поводу убийства, что ли? Будто не знаешь. Тихо. Гадина. Вчера вечером видели кого-то подозрительного? Ну и спать лег. Мне рано вставать. А я видела только маляра, который у Гали ремонт делал. Столкнулась с ним, когда с лордом гуляла. Он на Галины окна смотрел. Перегавище. Здрасте. Пьяный, значит, пришел. А в котором часу это было? Полвосьмого. Ясно. Спасибо. Побеседовали? Да. Есть кое-что на этого Николая. Поехали по дороге, расскажешь. Подруги с этим поговорим. Чувствуешь что-нибудь? Ничего. А сейчас? Я никогда не встану. Отсутствие реакции, тоже реакция. Надо немножко подождать. Откроете? Конечно. Елена Альминская здесь живет? Да, я ее врач. Проходите. А что случилось? Убита ваша подруга, Галина Акулова. Как? Не может быть Галя? Леночка, я могу быть с погоди. Да, спасибо, Юрий Иванович, идите. А как это произошло? Ее убили в квартире, дома. Какой ужас. Когда вы с ней виделись в последний раз? Да, на прошлой неделе она приходила, а вчера по телефону говорили. Во сколько? Где-то в семь часов вечера. Минут пятнадцать поговорили, а потом к ней кто-то пришел. Кто? Галина говорила? Нет, мы попрощались, и она пошла открывать. У нее был мужчина? Был, но Галя не любила о нем говорить. Почему? Тема болезненная, он женат, ребенок был, он не собирался оттуда уходить. А как зовут, где живет, вы знаете? Ну, да что вы, Галя даже имени его никогда не называла. Ясно. А Николай, мастер, который делал ремонт у Галины, вы его знаете? Конечно, он нам два года назад паркет циклевал, и я еще тогда ходила. А почему не ходите? Неудачно упала в воду, сломала позвоночник. Вот с тех пор и сижу в инвалидном кресле. Ясно. Первые инвалидные кресла изобрели в Древнем Китае, но до середины 20 века они предназначались только для привилегированных. После победы над гитлеровцами на улицах советских городов появилось множество покалеченных людей. Но инвалидные коляски были у единиц. Остальные ездили на деревянном ящике с колесиками, отталкиваясь от мостовой деревянными колодками. В 1946 году появляется трицикл «Киевлянин», мощности которого хватает лишь на то, чтобы доехать до магазина. В 1958 на смену приходит двухместный автомобиль С-3А, известный по фильму Леонида Гайдая «Операция И», прозванный в народе «Маргуновкой». Эти крайне несовершенные коробчонки ломались по многу раз в год. В 1955 году перед зданием ЦК КПСС состоялась первая демонстрация инвалидов войны на мото-колясках с экономическими требованиями. Если уличный инвалидный транспорт был кое-как развит, то комнатные коляски приходилось изготавливать в кустарных условиях. Их массовое производство началось лишь в 1980-х. Адрес у вас сохранился, Николай, можете дать? Конечно. Я сама. Записывайте. В собственной квартире найден убитый главный технолог Краснодарской швейной фабрики Галина Акулова. Ее задушили с особой жестокостью. Надели на голову пакет, связав сзади руки. Это была медленная, мучительная смерть. На месте преступления обнаружены ворсинки меха. Выяснилось, незадолго до своей гибели Акулова прогнала мастера, который делал ей в квартире ремонт. Тот угрожал расправой. Близкие погибшие сообщили, у Галины был роман с женатым мужчиной. Николая Синицына задержали на стройке, где он работал. В его шкафчике в раздевалке нашли зайчью шапку. Ну и, конечно же, отпечатки пальцев на звонке и на двери убитой тоже принадлежали ему. Дома у него проводят обыск. Ну, насколько я помню, пропавших драгоценностей у него не нашли. Мужики, да не убивал я ее. Я извиняться приходил. Меня жена заставила. Да я в квартиру даже не попал. Я звонил, стучал. Но мне так никто и не открыл. А окна, между прочим, горели. Вы почему мне не верите? Почему мы должны тебе верить? Давай рассказывай, что делал, что слышал, когда возле дома находился. Баба какая-то сбегала, сумасшедшая. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Алло! С ума сошла, что ли? Погричился, извините. Только что придумал. Вот, смотри. Вот, смотри. Только отвечай мне очень быстро. Как она выглядела? Страшная такая. Во что была одета? Кличное пальто и очки. Что было на голове? Шапка-ушанка. Уйди. В камеру. Не врет, была баба. Проверим. Но не факт, что эта баба имеет какое-то отношение к Галине. Я утром к убитой на работу, а ты соседей опроси. Как же так? Бедная Галина Михайловна. Она хоть и строгая была, но... Успокойся, водички выпей. О личной жизни начальнице тебе что-то известно? Нет. Нет, она ни с кем не делилась. Конфликты на работе? Нет. Хотя... Позавчера заходил к ней один, и она так вычитывала его. Да в главке. За такую шкуру спустят. Я просто не знаю, что с вами делать. Галина Михайловна, мне... Вам что, заняться нечем? Вы приказ напечатали? Уже. Идите в бухгалтерию, возьмите выписки за прошлый квартал. И за позапрошлый тоже возьмите. И за позапрошлый. Хорошо. Я даже не знаю, с какой он организацией был. Да, и на фабрике у нас все хорошо, и... План перевыполняем. То есть это тебе показалось странным? Да. Как он выглядел? Видный. Высокий такой. Одет хорошо. Идикал у него тоже хороший. Импортный, наверное. Импортный? Одет хорошо. Интересно. Ай, и Волга у него белая. Я видела, когда на почту выходила. Хорошо. Номер машины запомнила? Нет, конечно. Я не запомнила номер машины, потому что... Я не смотрела на него. Что еще можешь вспомнить? Не знаю, важно ли. Все важно. Песня пела. Какую? Первым делом... Первым делом самолет. И... Ну, а девушки... А девушки потом... Красиво. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ты моя умница. Красавец. Благородный. Нила Алексеевна. Да, хорошенький. Нила Алексеевна. Не кричите. Он же боится чужих людей. Да? Да, мои хорошие. В тот вечер вы видели девушку в клетчатом пальто и в очках? Хромой такой. Она еще и хромала? Ну, да. А где видели? Из подъезда выходила? Нет. Лорд за дом потянул. Лорд, это моя собака. Там я ее и приметила. Села в такси и уехала. Чаю хотите? Нет, спасибо. Боюсь, хозяин будет против. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Значит, Николай Синицын не врал. Женщина в клетчатом пальто и в очках не плод его фантазии. Два свидетельства говорят о правдивости факта. Ну, со слов пенсионерки Нилы Алексеевны составили по робот этой таинственной незнакомке. Ну, и кто же она? Может, она вообще не имеет никакого отношения к убийству? А вы не подумали, Артем, что это могла быть супруга любовника? Вам нужно поменьше смотреть индийские фильмы. Так, с фотороботом оперативник отправился в таксопарк узнать, кто подвозил эту женщину. Ну, что? Нашел таксиста, который ее подвозил. Куда отвез? Тургеневская, 183. 183? В соседнем доме живет подруга, убитая на коляске. Да, Елена. Умеешь удивить? Не может быть это совпадением. Завтра утром снова ее навестим. Моя первая. В Запорожье положим. Это что? Это же сейчас модно. Это сейчас самый писк. Почему дверь не закрыта? А зачем? А что вы хотите? Взгляните. Вы узнаете эту женщину? Так это ж Нюрка. А, точно. Сиделка моя. Только она уже несколько дней не появляется. А что, случилось чего? А почему не приходит? Да понятия не имею. Может, другую работу нашла. Хотя, вряд ли она бы сказала мне. Так а что случилось? Вы хорошо ее знаете? Ну, как хорошо? Ну, по объявлению, в прошлом году муж расклеила. А что случилось? А муж сейчас где? Командировки. Посмотрите, ничего ли у вас не пропало? Катя, пойди, пожалуйста, посмотри в кухне в банке из-под индийского кофе. Хорошо. Я с ней проверю. Мне нужен адрес сиделки. У меня где-то был в записной книжке. Сейчас. Сейчас. Адреса нету. Страницу вырвала. В банке пусто. Как? По-моему, твоя нюрка воровка. Вы можете назвать конкретно? Что у вас пропало? Часы золотые на цепочке. Кольцо с аквамарином. Брошь с жемчугом. Мамина колечко. Правда, камень выпал. И деньги. Много денег. Вот никогда мне твоя нюрка не нравилась. Понимаете, просто меня ни одна сиделка больше недели не выдерживала. А нюрка покладистая оказалась. Это она просто твою бдительность усыпляла. Хорошо, хоть она тебя еще не убила. Я пойду свои вещи проверю. А нюра, знала, где живет ваша подруга Галина? Знала. Я ее две недели назад за книгой отправляла к Гале. Да, вы были правы. Ищите женщину. Ни за что бы не подумал, что она опасная преступница. Ну, мне что-то обманчиво. Согласен, согласен. А почему же так мало денег? Там такие десять грамм. Ну, видите, все согласны расценкам. Я что, должен доплачивать свои? Извините, я не буду, не буду сдавать. Ну, зря. Тут всегда дают мало. Я могу предложить им хорошую цену. Да? Сколько? Тише. Тише, пойдемте с ума. Тише, пойдемте с ума. Милиция. Скажите, вам знакома эта женщина? Да, приходила вчера. Хотела бы с паспорта сдать, но я ей отказал. Без документов нельзя. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Ой, вот, вот, спасибочки, дай Бог здоровья. Так, иди, иди. Рассолов. Рассолов Петр Николаевич. А, Дмитрий Александрович, здравствуйте. Как всегда, трудишься на благо социалистического общества? Да, а чего он бы, товарищ милиционер? Рассолов, ты это увидел? Ну, приходила, от Сацки приносила. И ты у нее их купил, да? Ну, по дешевке сбывала, че ж не взять-то. Описать сможешь? Ну, стрёмное. Ну, что значит стрёмное? Почему стрёмное? Понимаешь, ну, страж. Моя баба. От пальто прет нафталин. А вот ручки... Ну, что руки? Наколки? Да не. Маникюр, как у актрисы в журнале. История маникюра насчитывает более трёх тысяч лет. В Древнем Египте длинные ногти, раскрашенные в яркие цвета, признак высшего сословия. Период Средневековья за подобное могли запросто обвинить в колдовстве. В СССР маникюр-процедура доступная, всего 30-40 копеек. В арсенале мастера небогатая палитра советских лаков, по качеству больше похожих на строительные краски. Лак растрескивался, долго сох и плохо держался. В конце 60-х появились польские и болгарские лаки. Клиентки решали для себя согласиться на советский лак по официальному приискуранту или тихонько доплатить за импортный, который мастера покупали за свои деньги. Трудоустроиться в парикмахерскую мастером маникюра с улицы практически невозможно. На работу брали только своих. При официальной зарплате в 70-80 рублей у хорошего мастера благодаря чаевым выходило в три раза большее. А цвет какой? Я бы назвал это спелый гранат. Можно? Что у тебя? Рассолов купил у нее только вот это. Почему только это? Это то, что пропало у Елены Альминской. Я знаю. Драгоценности Галины где скинула? В другом месте? Почему? Это самый главный вопрос. Найдем. Спросим. Борис Семенович, я думаю, что страшное пальто, шапка, очки, это все маскарад. Почему? Но вы часто видели бомжей с маникюром? Почему ты клонишь? Рассолов сказал, что женщина, которая сдавала украшения, была плохо одета, но у нее был очень дорогой маникюр, как у актрисы. И лак. Цвет граната. Гранат? Интересная зацепка. Поехали, пообщаемся со специалистами по маникюру. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как давно вы знаете Нюру? Да не знаю я ее. Ну, так, может быть, раза три видела, и все. Ой, Нюрочка, здравствуй. Как там Леночка поживает? Я хочу к ней сегодня в гости зайти. Спит, попросила не беспокоить. А вы вечером переходите. И в магазин идут. Надо что-то купить. Нет, ничего не надо. Вы когда-нибудь видели Елену и Нюру вместе? Вместе? Нет. Понятно. Поехали. Елене не звонить. Хорошо. Что я вам еще должна ответить? Я уже все сказала. А кто форточку открыл? Вы? Как я могла? А кто? Катя, соседка моя. Вы ее прекрасно знаете. Она на работе. Мы только что от нее. Леночка! Я приехал. Это кто? Муж с командировки вернулся. Первым телом, первым телом самолет. Ты. Ну, а девочки потом. Виктор Николаевич Альминский. Какая у вас машина? Белая Волга? Да. А в чем, собственно, дело? Галю твою убили. Что? Именно так. Ну, что ж. Думаю, все стало на свои места. Ты сама расскажешь? Или тебе помочь? Мы сейчас произведем у тебя обыск и найдем пальто в клеточку. Ну, что? Ты не ожидал, да? Я все про вас знаю. Пока жена в инвалидном кресле, ты с подругой кувыркался. Так это ты. Галю, это ты. Скорую жива. Чтоб ты сдох. Ищите. Я думал, такое только в кино бывает. Ну да, вы же говорили про кино. Как там, месть и закон? Ну, честное слово. Честное слово. Это просто совпадение. Конечно. Я вам не для этого про этот фильм замечательно рассказываю. Да, да, да. Да. Ну, мотив понятен, конечно. Изощренная месть, обманутая жены. Так. А тут у нас что? Ну, и тут все подтверждается. В квартире провели обыск. Нашли пальто в клетку, очки и зачью шапку. В собственной квартире найдена убитый главный технолог Краснодарской швейной фабрики Галина Акулова. Ее задушили с особой жестокостью. Надели на голову пакет, связав сзади руки. Это была медленная, мучительная смерть. Близкие Галины сообщили. Она встречалась с женатым мужчиной. Выяснилось, любовником убитой был муж ее лучшей подруги Елены. Та несколько лет назад получила травму, осталась инвалидом. Но оказалось, что Елена знала о предательстве лучшей подруги и готовила месть. Никакой Нюры не было и нет. Это была ты. Вас выдал ваш маникюр. Молчать смысла нет? Я никого не убивала. Ну, Витя, Витя с Галиной сами толкнули меня на этот маскарад. Ну, прошлой осенью у меня наметилось улучшение. Я смогла встать, сделать шаг. Ну, я готовила Витя сюрприз. Я хотела зайти распахнуть двери комнаты и своими вот этими вот ногами зайти к нему, сделать сюрприз. Ну, подойдя к двери комнаты, я услышала разговор. Она не зайдет. Или как-то правильно не заедет. Что она так, верно, и пороги шуму проезжают, что сразу видит. Неслушно. Так что ты решила? Отправлю ее в интернет для инвалидов. Разведусь, и мы с тобой пошли. Отличный план. Ну, только надо совсем немножко подождать. Где тебя? Я к отрею. Вот такой у них был отличный план. Двойное предательство. И ты решила отомстить? Мне захотелось застукать их, посмотреть им обоим в глаза. Но для этого мне надо было измениться. У меня остались вещи еще от моей троюродной сестры. Ну, из села. Вот все, никак руки не доходили выбросить. С этим все понятно. В этом образе тебя никто не раскусил. Но как ты умудрилась обмануть врача? Или он в сговоре? Нет, я его обманула. Я же биохимик. Я колола себе миорелаксанты, чтобы на некоторое время обездвижить конечности. А анестетикам снимала чувствительность. Умеешь удивить? Что произошло в вечер убийства? Витя, Витя сказал, что едет в командировку. Ну, я, конечно же, сразу поняла, куда он едет. Командировка отличная ширма для любовников. А я в тот вечер разговаривала с Галей по телефону. И услышала, что к ней кто-то пришел. И вы решили, что это ваш муж? А кто же еще? Я переоделась в Нюру, вызвала такси. Ключи от квартиры Гали у меня были. Ну, я давно сделала дубликат. А когда пришла в квартиру, я... Я очень испугалась. У меня даже на некоторое время отказали снова ноги. Нет, нужно сказать, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Алло! С ума сошло, что ли? Похори сейчас, извините. А, и еще бабка какая-то с собакой на меня из подвала вылетела. Я поймала такси и уехала. Все. Где? Драгоценности Галины. Да-да-да, я откуда знаю? Ну, вы что, мне до сих пор не верите? Я же рассказала все как есть. У меня нет оснований тебе верить. А зачем вы отнесли свои украшения скупщику? Ну, когда вы о Нюре спросили, я так и подумала, что вы на нее подумали. И решила вас направить. Ну, невозможно же найти несуществующего человека. И в банке из-под кофе вы свои украшения никогда не хранили, да? Да-да, в другом они месте лежат. Уйди ее. Ну, 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 за что? Ну, я же вам рассказала всю правду, вам рассказала. Ну, вы что? Ты слышал? С ее фантазией ей бы рассказы писать. Ну, может, не она? Она! Не забывай, где ты работаешь. Звони мужу. Если он в состоянии, поедем пообщаемся. Когда вы последний раз виделись с Галиной? В понедельник. В день моего отъезда в командировку. Ты почему приехал? Что-то случилось? Да я просто уезжаю сегодня в командировку. Долго? Несколько дней. Но я буду скучать. Кстати, дома тебя ждет сюрприз. Сюрприз? Ты меня интригуешь. В день ее убийства. Какой сюрприз? Сапоги. Месяц назад Галя возвращалась с работы. И на нее напала свора собак недалеко от подъезда. И что? Покусали? Нет. Пострадали только австрийские сапоги. Собаки их и взорвали. А дворник их отравил. Галя заплатила. А я достал ей такие же. Хотел порадовать. Я не понял, она что, дала деньги, чтобы дворник накормил собак отравой? Да, вы все правильно поняли. Сейчас бы за такую Галину с дворником привлекли бы к ответственности. Да уж. Сейчас законы другие. Ну и фрукт. Любовницы новые сапоги, а жену в интернат для инвалидов. Животное. Если бы мы вовремя не вмешались, она бы и мужа кокнула. Ну зачем ей это, Борис Семенович? У нее муж на хорошей должности. Ей вообще невыгодно разводиться. Немного погодя сообщила бы о своем чудесном выздоровлении. И все, жизнь продолжается. Что же, да? Ну что, клок шерсти с молью соответствует заячьей шапке вашей подозреваемой. Ну вот и все, теперь сядет. Еще есть кошачья шерсть с демодекозом. А это что? Подкожные клещи у котов. Ну вот, а убитой не было никаких домашних животных. Погоди, цвет шерсти какой? Белый или же кот с белыми пятнами. А если я тебя достану, кота, ты сможешь определить, с него это или нет? Запросто. Вези. Кажется, не все, Борис Семенович. Молодец. Останься здесь, мы скоро будем. Стойте, Борис Семенович. Что случилось? Вы помните, Елена говорила про подвал? Елена, которая собака облаяла? Да. Интересно, что там делала бабка. Подождите, сейчас. Борис Семенович. Вызывай криминалиста. Что там? Бабка. Кровь на камне соответствовала группе крови убитой Галины Акуловой. Именно этим камнем ее ударили по затылку. Да. Обнаружил следы растоптанной женской обуви собачьих лап. А где кот? Подожди. Так, постановления у меня пошли. Будет тебе сейчас кот. Нила Алексеевна, вспомните в понедельник, когда вашу соседку убили, что вы делали около семи часов вечера? Собачку выгуливала, я же сказала. А перед этим? Может, кому-то в гости заходили? Никому я не заходила. Я вообще в гости не хожу. Дома сидела. Радио слушала. А вот в квартире Галины обнаружена кошачья шерсть белого цвета. Ну и что? Может, она котика себе завела? Ну, вы же прекрасно знаете, что никакого кота у нее не было. Что вы делали в подвале за домом? Ничего не делала. Вас видели, как вы оттуда выходите? Это лорд потянул. Я за ним. Борис Семенович, полное соответствие. Такой же веревкой был завязан пакет на шее убитой и связаны руки. Такая веревка везде продается. У каждого на балконе висит. А у вас не висит. От вашей веревки только этот кусок и остался. Ну и что? Нила Алексеевна, ну не кричите. Котика испугаете. Эти драгоценности принадлежат убитой Галине. Ладно. Ваша взяла. Я все расскажу. Я взяла камень. Веревку. Нила Алексеевна? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно войти? Проходите. А? На тебе! Сволочь! Что? Что, больно? Больно, да? Каким бедненьким было больно, а? Как они мучились. Ну ничего, ничего. Я тебе сейчас покажу. Ты у меня сейчас взвоешь. Сволочь! А? Скотина! А? Гадина! Это за Тобика, за Гердочку. Во всех, кого ты со своих сапог отравила, а? Получай! Они мучились. И да и помучайся, сволочь. Думаете, я поступила несправедливо? А по каким таким законам? Из-за сапогов? Сверушек насмерть травить? Им же больно. Спорить с вами? У меня настроения нет. Да и бесполезно это. Допускаю, что эти животные были вам близки и дороги. Но убивать из-за них человека, это как-то не по-человечески. Вы задержаны, собирайтесь. Собирайтесь. Ой, милочка. Месть и закон. Вот почему вы вспомнили этот фильм. Просто мороз по коже от этой истории. Да. Месть часто выступает под флагом справедливости. Справедливость. Только справедливость у каждого своя. А закон один для всех. Да. Я не вижу, какое наказание получила Нила Алексеевна Пирогова. А... Ее признали психически больной. И последние годы жизни она провела в психиатрической клинике. Да вы что? А с Альминскими что? С Еленой и Виктором? Они не развелись. Нет. Правда, примирение произошло не сразу. Виктор покаялся. Елена его простила. Ну, надеюсь, Нюра в их жизни больше не появлялась. Да. Продолжение следует...